Приветствую вас! Сегодня мы с вами будем разговаривать о культуре Англии, а именно о людях, которые живут в лондонском Тауэре. Посмотрите на название и на картинки. Название нашей статьи давайте узнаем больше о них. Как обычно, сначала слова. Повторяйте за мной, не забывайте. Complete. Полный. Завершенный. Complete. Date back. Уходить корнями, датироваться. Date back. 11th century. 11th century. Water. Стражник. Water. Crown duels. Драгоценности из королевской казны. Crown duels. Introduce. Представлять кого-либо. Let me introduce myself. Позвольте мне представиться. Let me introduce myself. Body guards. Телохранители. Body – тело, guard – охранять. Body guard. Телохранитель. Guard. Охранник. Или если это глагол, то он означает охранять что-то. Guard. Duty. Обязанность. Duty. Palace. Творец. Palace. Сайт. Место. Сайт. Include. Включать в себя. Include. Prison. Тюрьма. Prison. Prisoner. Заключенный. Узник. Prisoner. Guide. 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 Look after. Присматривать за кем-то. Мы уже знаем глагол look – смотреть. А look after – это как бы смотреть за кем-то. Присматривать за кем-то. Look after. Take care of somebody. Заботиться о ком-то. Take care of. Black ravens. Черные вороны. Black ravens. Armed forces. Armed forces. Вооруженные силы. Armed forces. Striking. Поразительный. Замечательный. Striking. Uniform. Форма. Uniform. Formal occasion. Официальный случай. Formal occasion. Trimming. Кайма. Trimming. Exactly. Точно. Exactly. Instead of. Вместо. Instead of. Protect. Защищать. Protect. That's it. На этом все. And we are going to listen to the story. Don't forget to repeat after me. Не забывайте повторять за мной. Don't forget. Итак, let's start. The Yeoman Worders. The Yeoman Worders. Путешествие в Лондон никогда не будет завершенным без визита в Лондонский Тауэр. Место датируется одиннадцатым веком. And is guarded by the Yeoman Worders, or Bifeters. И оно охраняется йоманскими стражниками, или бифитерами, как их еще называют. King Henry VIII first introduced bifiters in 1485, when he used them as bodyguards. Король Генрих VIII впервые представил бифитеров в 1485 году, когда он использовал их в качестве телохранителей. Заполняем пропуск глаголом, не глаголом, а словом, союзом. When. Когда. Их обязанности включали в себя присматривать за узниками, за заключенными в Тауэре, и охрана драгоценностей королевской казны. These days, though, their main role is to act as guides for the many tourists that visit the tower every year. These days, though, сейчас, однако. Their main role is to act as guides for the many tourists. Их главная роль – действовать в качестве гидов для многочисленных туристов. That visit the tower every year. Которые посещают Тауэр каждый год. They also take care of the eight big black ravens that live in the tower. They also take care of the eight big black ravens. Они также заботятся о восьми больших черных воронах. That live in the tower. Которые живут в Тауэре, в башне. There are 36 yeoman warders at the tower, and they are all men who were in the armed forces for 22 years or more. There are 36 yeoman warders at the tower, and they are all men who were in the armed forces for 22 years or more. Есть 36 yeomanских стражников в Тауэре. И они все – мужчины, которые были в вооруженных силах в течение 22 лет или более. Заполняем пропуск. Men who were – люди, мужчины, которые были – who. Они одушевленные. Поэтому who. They live in the tower with their families. Они живут в Тауэре со своими семьями. Бифитеры больше всего знамениты своей поразительной красной и золотой формой. Но в действительности они носят ее только по официальным случаям. Большинство времени они носят темно-голубую форму с красной каймой. Никто точно не уверен, откуда имя бифитеры происходит. Заполняем пропуск. Одна теория говорит, что стражникам когда-то платили мясом вместо денег. Другие говорят, что это название, это имя происходит от французского слова «бафеттиер». Бафеттиеры были охранниками во дворце французских королей. Они защищали королевскую еду. А мы переходим к упражнению 3. Ответьте на вопросы сказано, не сказано или неправда. Итак, бифитеры охраняют лондонский тавер. Как вы думаете, правда это, неправда или не сказано? It is true, это правда. They have been around for over 500 years. Они там уже свыше 500 лет. It's also true, это тоже правда. Давайте найдем. Король Генри VIII впервые представил бифитеров в 1485 году. То есть как раз более чем 500 лет назад. So it's true. They don't help tourists. Пункт 3. Они не помогают туристам. It's false. Это неправда. Они как гиды там работают. They have two uniforms. У них две формы. That's true. Это правда. Мы даже на картинке это видим. Beefeaters eat lots of meat. Бифитеры едят много мяса. It doesn't say. Не сказано. Говорят, что когда-то им платили мясом вместо денег. Но это не значит, что они едят много мяса. То есть it doesn't say. Не сказано. Let's listen to the text again. Давайте еще раз прослушаем с вами текст. А trip to London is never complete without a visit to the Tower of London. The site dates back to the 11th century and is guarded by the yeoman warders or beef eaters. King Henry VIII first introduced beef eaters in 1485 when he used them as bodyguards. Their duties included looking after the prisoners in the Tower and guarding the Crown Jewels. These days, though, their main role is to act as guides for the many tourists that visit the Tower every year. They also take care of the eight big black ravens that live in the Tower. There are 36 yeoman warders at the Tower and they are all men who were in the armed forces for 22 years or more. They live in the Tower with their families. The beef eaters are most famous for their striking red and gold uniform. But they actually only wear this on formal occasions. Most of the time, they wear a dark blue uniform with red trimmings. No one is exactly sure where the name beef eater comes from. One theory says that the warders used to be paid with meat instead of money. Others say that the name comes from the French word bouffetier. Bouffetiers were guards in the palace of French kings. They protected the king's food. And we are going to the next part, which is called speaking. Мы переходим к следующей части, которая называется Speaking – говорение. Закройте книги и расскажите своему партнеру три вещи о бифитерах, которые вы запомнили. Что бы рассказала я? What would I tell? Бифитерс wear two uniforms. Они носят две формы. Они жили во времена короля Генриха VIII in the 11th century, в 11th веке. Они охраняют черных воронов. Что вы можете добавить? And they act as guides for tourists. И они действуют гидами для туристов. I think that's enough. Ну, этого уже достаточно. And we are going further to writing. We are going further on. Мы идем дальше к райтингу. Write an email to your English pen friend Напиши email своему англоговорящему другу о популярном туристическом месте в твоей стране, где ты можешь видеть людей в специальной форме. По плану. Where it is – где это находится. Who you can see there – кого вы там можете увидеть. And what they look like – и как они выглядят. I am waiting for your essays. Я жду ваших эссе, which I can check, которые я могу проверить. And in the next lesson и в нашем следующем уроке we are going to talk about children in Victorian epoch. Мы поговорим о детях в викторианскую эпоху. Что же такое викторианская эпоха? Эта эпоха, когда правила королева Виктория. I think it will be interesting lesson for you. Надеюсь, это будет интересный урок для вас. See you in the next lesson. Увидимся в следующем уроке. Bye!